Видео подготовлено при поддержке интернет-магазина для геймеров и энтузиастов ZONA51. Заглянув в него по ссылке в описании, вы найдёте много интересного и эксклюзивного, включая широкий выбор кресел и иных аксессуаров. Здравствуйте, друзья! Предлагаем вашему вниманию четвёртый материал на тему влияния частоты ОЗУ на производительность процессора в серии AMD Ryzen. Героем этого сравнения выступает сравнительно доступный процессор Ryzen 3300X. Кратко напомним, что он предлагает 4 ядра с базовой частотой 3,5 ГГц и 8 МБ кэш-памяти L3 при 65-ваттном тепловом пакете. Встроенный контроллер ОЗУ гарантированно поддерживает работу модулей стандарта DDR4-2667 МГц в двухканальном режиме. Нам же удалось без проблем запустить систему с парой 8-гигабайтных двухранговых модулей серии Patriot Viper 4 на скорости 3200 МГц. Ну а для сравнения мы снизили их скорость до 2400 МГц. Тестовая конфигурация также включает в себя материнскую плату MSI X370 SLI Plus, водяное охлаждение BigWide Silent Loop и видеокарту Inno 3D iChill GeForce GTX 1080 X3. Ссылка на видео с более подробным знакомством есть в описании. Для начала давайте оценим уровень прироста в синтетических бенчмарках. AIDA64 при работе с ОЗУ обеспечивает от 19 до 27% при чтении, записи и копировании информации. Зато при шифровании данных с помощью 256-битного AIS-алгоритма или при хешировании информации скорость практически не меняется. WinRAR активно использует ОЗУ в своей работе, поэтому прирост от использования более быстрой памяти стремится к 14%. В бенчмарке Corona время рендеринга сцены уменьшилось на 4%, хотя, конечно, хотелось бы получить более высокие результаты. Максимальный прирост в комплексном бенчмарке RealBench зафиксирован в режиме Heavy Multitasking, он составил почти 5%. В остальных режимах бонус не превышал 2%. Cinebench R15 также не особо чувствителен к скорости ОЗУ. В тесте OpenGL мы получили 4% бонуса, а в CPU результаты почти равны. Начало не особо вдохновляющее, но возможно в играх при разрешении Full HD мы получим более высокий бонус. В Rise of the Tomb Raider при высоком пресете графики связка с более быстрой ОЗУ на 5-10% лучше загружает видеокарту. Поэтому именно она с первых же кадров захватывает лидерство. Оценивать же показатели будем по сцене Сирия, поскольку в геотермальной долине в обоих случаях объекты неравномерно догружались по ходу движения камеры, что исказило итоговые результаты. Поэтому имеем 119 против 105 FPS по среднему показателю и 75 против 34 по минимальному, в пользу системы с DDR4-3200. Ультра пресет Far Cry Primal также обозначает преимущество связки с более быстрой памятью как по уровню загрузки видеокарты, так и по показателям фреймрейта. Средняя частота оказалась больше на 9 FPS, а минимальная на 6. В обоих случаях это эквивалентно приросту в 11%. Бенчмар Ghost Recon Wildlands при очень высоком профиле графических настроек сообщает, что применение более быстрой ОЗУ позволяет в среднем почти на 9% увеличить загрузку GPU и на 6% уменьшить нагрузку на CPU, получив при этом бонус производительности по средней частоте. 86 против 76 кадров в секунду. А вот по минимальной результат плюс-минус погрешность. 70 против 69 FPS в пользу DDR4-2400. На удивление, Rainbow Six Siege при ультра пресете демонстрирует полное соответствие логике происходящего. Связка с DDR4-3200 оказалась заметно лучше своего оппонента. Преимущество в средней скорости составило 12,5 FPS или 7%, а по минимальной 16 FPS или 34%. Бенчмар ГТА 5 при очень высоких настройках графики также указывает на минимальное преимущество системы с более быстрой ОЗУ и чувствуется оно лишь по среднему показателю. 63 против 59 кадров в секунду, что эквивалентно 7%. А вот по минимальному наблюдается паритет, в обоих случаях мы получили 40 FPS. Живой геймплей Mafia 3 при высоком пресете качества обеспечивает чуть более высокое преимущество бессменного лидера данного тестирования. 59 против 52 кадров в секунду по средней частоте и 35 против 31 по минимальной. Прирост достигает 13-14%. Еще более требовательная Watch Dogs 2 при очень высоком пресете графики наглядно демонстрирует необходимость использования более быстрой ОЗУ, даже в паре с бюджетным AMD Ryzen. Ведь в таком случае средний фреймрейт повышается с 39 до 47 кадров в секунду или на 20,5%, а минимальный с 28 до 33 или на 18%. Battlefield 1 при ультра пресете качества мы запускали в двух режимах. Первый – одиночная кампания, более показательный, поскольку позволяет достичь лучшей повторяемости сцены. В нем преимущество связки с DDR4-3200 составило 5-9%, а если точнее, то 108 фпс против 99 по средней скорости и 85 против 81 по минимальной. А вот в режиме сетевого мультиплеера на 64 игрока конфигурация с ОЗУ DDR4-2400 уже с самого начала поймала просадку до 26 фпс. В то время как минимальный показатель у оппонента составил 53 кадра в секунду. По средней частоте также фиксируем очень высокую разницу – 84 против 45 фпс в пользу связки с DDR4-3200. Хотя повторяемость достигнутых результатов гарантировать нельзя. Обычные использования в системе ОЗУ с более высокой частотой влияют в первую очередь на синтетические бенчмарки. Особенно те, которые активно используют в своей работе оперативную память. В данном случае бонус производительности составил 14-27%. В остальной синтетике 4-5% преимущества уже можно считать за праздник, поскольку очень часто оно ещё ниже. В играх обычно бонус производительности небольшой, однако в данном случае средний прирост составил 20%, а по минимальному фпс – 34%. Если не учитывать результаты сетевого режима Battlefield 1, то бонус всё равно был заметный 10 и 22% соответственно. То есть для игровой системы даже с начальными Ryzen 3 обязательно постарайтесь купить как можно более быструю память, или же разогнать имеющуюся, чтобы получить более комфортный и стабильный фреймрейт. На этом всё друзья, спасибо за просмотр! Будем рады почитать ваши комментарии по этому поводу, а также благодарны за поддержку в виде лайков, репостов и подписку. Всего вам хорошего и до новых встреч!